И Россию не стоит завоевывать, скидывать на Кремль атомные бомбы и ракеты. Достаточно одного только заявления госсекретаря Соединенных Штатов. Это будет эффект миллиона тонн бомб. Говоря о релациях России и всего цивилизованного мира, вернее о отношениях России к цивилизованному миру, Ну и наоборот, следует отметить то, что раньше я подозревал, но сейчас я читаю это в огромном недоумении уже от ведущих политиков и политологов по совместности России. Просто в шоке. Это то, что Россия использует свое геополитическое положение примерно так, как самоубийца привязывает себя наручниками к членам семьи своей и шантажирует другого члена семьи, что он выбросится с балкона, тем самым забрав с собой жизни вот этих деток. Может не стопроцентно подходящий пример, но смысл один и тот же, что Россия шантажирует внешний мир цивилизованный тем, что если вы тотально, дестрой, разрушите Россию, то эта Россия, там за Урал и тому подобное, Дальний Восток, отойдет к Китаю со всеми вытекающими ресурсами российскими. И Китай вознесется в своей военной силе и тому подобное. Не христианский мир вознесется до такой степени, милитарно, экономически, что это будет никому абсолютно невыгодно. Ни Ротшильдом, ни другим ведущим мира экономики, миллиардером и тому подобное, содержателем этого мира, так сказать. Я же говорю, тут примеров полно и куча. Так же, как и дегенеративная жена может шантажировать мужа, или наоборот, что если ты, муж, не будешь дозволять устраивать сатанинские мессы и оргии с сатанистами, наркоманами, шуряльщиками, другими дегенеративными маразматиками, то я буду каждый год тебе рожать от Чикатилы, соседнего там, например, по ребенку с генотипом Чикатилы. И он, когда вырастет, тебя заварит по-любому. То есть, другими словами, если вы не будете дозволять приходить мне во время вашей литургии, в ваши кирхи, костелы, церкви на Западе, везде, в Америке и тому подобное, приходить и совершать там садомские, сатанинские обряды, оргии и тому подобное, то Россия взорвет ваш костел, кирху, церковь и тому подобное. Так что деваться вам некуда, смотрите и наслаждайтесь. Я себе так подумал, что против этого шантажа есть вполне разумное, резонное ремеди, средство, которое напоминает Аляску. А сейчас это вполне самый вероятный вариант для всех, для всех тех самых россиян, половина из которых Тюмень, Сибирская, ну, часть Сибири, это украинцы, там поляки, те, которые были выселены туда. То есть, там генотип хороший, но он сбухался очень. А поскольку и украинцы сейчас, и поляки уже давно хотят в НАТО, в коллективную беспеку, то, я думаю, и сибиряки будут очень довольны, что наконец-то начнут учить английский язык для реальной потребности. Да, кроме того, все до безумия боятся Китая. Тоже понятно почему. Все понимают, что если России не будет, то все, что восточнее Урала, все отойдет Китаю. И это не устраивает уже совсем никому. Потому что в этом случае Китай будет силен до безумия. То есть, в этом смысле логика и Соединенных Штатов Америки, и как бы давайте произнесем конспирологические слова там Ротшильдов или там масонов или еще кого-то, да, в общем, всех элитных групп, мирового масштаба у них, логика простая. Вот этого допустить нельзя. Более того, я даже не исключаю, что вот логика, что нельзя Украину отдавать обратно России, в некоторой части будет изменена. Ровно потому, что нужен ресурс на то, чтобы снова увеличивать русское присутствие на Дальнем Востоке. Ну, собственно, я напомню, что все заселение Дальнего Востока с конца 19 века шло украинским населением, то есть с Украины. То есть, чем больше путеносия имеет денег, прибыли от нефти, газа, долларов, тем больше она становится разбойничей страной, тем больше против нее старается воздействовать санкциями, тем хуже живется людям, простым обычным россиянам, которые не задействованы ни в каких движняках геополитических. Потому что дальше так терпеть, а не нормальные русские, россияне, не могут, а не весь цивилизованный, и не только христианский, мир, свет терпеть, не может пути рашки, коммуна рашки, гулага рашки и тому подобное. Что вот этот больной, шизофренический медведь, маньяческий, северокорейский, постоянно чем-то машет, постоянно чем-то всем угрожает, шантажирует. А россияне с этого имеют встрык, ничего не имеют, только гоньбу и паскудное к себе отношение в мире, и дегенерацию внутреннею своей нации, своего народа, так сказать. То есть, когда бандит, маньяк, приобретает власть, когда кровопийцы, людоеду, дают мусорские погоны, а тем более, ядерную кнопку, то и правит этот маньяк в лице государства, в лице государственной тоталитарной машины, соответственно, этим его маньяческим, авторитарным, разбойническим признакам. И россиянам от этого постоянно нелегко жить в этом бандитском государстве. Они могут иногда развлечься, имея тоже свой глупый генотип. Уральские пельмени, шоу, танцы, свистопляски, всякие языческие оргии, устраиваемые для отвлекаемости россиян от того, что надо в жизни достичь со своим государством. Вот лохов бомбят, лохов прокидывают постоянно. Это как, ну, не народ российский, россияне, а просто как послушная биомасса для вкидывания лохов. В принципе, так же, как и с режимами. И поэтому, чтобы это прекратить раз и назавжды, Россия должна перейти под юрисдикцию Соединенных Штатов Америки. Стать не просто частью Америки, а стать Америкой правовой державой со всеми правовыми и так далее институтами власти. С этносом дальше можно как-то там решить. Потому что те территории, забранные маньяческой, бандитской России, путеносией, до этого гулагоносией, до этого еще кем-то, они, в принципе, уже, ну, утратят свою бандитскую сущность. Что это вот как копилка, как трофеи маньяка авторитарного, авторитарного, чтобы и другим неповадно было. Посмотрите, если что, заберем, войной пойдем, гибридной, всякое такое. Это будет не нужно, можно тогда рассчитаться и с Украиной, с Чечней, с Грузией, с Финляндией, с Финляндией и другими странами, у которых вот этот бандитский режим, коммунистический, позорный, забрал, да, он сделал индустриализацию страны. докатились до ножек Буша с этой индустриализации. Чего она стоила? Все это было продано через бриллианты и спичжено, забрано на офшоры за границу. У обычных россиян, которые сидят на нефти, на газе. Так что заимствование, приобретение России, Московии, Москалии, вот этой ордынской разбойнической силы сыграло с этой самой ордыней Великой Россией злую шутку, что такая великая страна просралась и осталась с ножками Буша, бралерами американскими. Так легче уже и быстрее бы прийти к нормальному результату. Просто стать этими американцами, нежели до полу пьяными, разбойничьими, кидаладами, россиянами, к сожалению. То значится одно, что такая политика путеносии, гулагоносии, разбойничества носии превращают некогда великую, великую в размерах по крайней мере. Россию и в сам не гамия и другим не дамия. Поветгрызаю и отдам китайцам все это. Они превратят, сами знаете во что превратят эту территорию в Россию. А так россияне и Россия имеют шанс стать историческо-правовой державой, стать Америкой. Конечно, мы понимаем, что есть и сученые международные барыги, бандитов. Это Шрёдеры, Орбаны, Мадьярские, Берлускони всякие придурочные, стариканы, пердустары. Но мы же не берем их до уваги, до внимания. И это не просто какая-то туристика полова. Это вполне реальный план для России, для простых россиян. Потому что у России, к сожалению, выбора уже никакого. А так она сохранит славянскость, хоть какую-то еще оставшуюся, сохранит христианскость, потому что все эти качества работают только в правовой, нормальной государственной системе, такой, которая существует в Америке. Жесткая, да, строгая, но она нормальная. И все в глубинке России, там, Свердловск, в центре которого гостиница колхозник, другие города, они все у них, у детей, у матерей выбор один для своих детей. Или они станут барбитуратчиками, или они пойдут бандитами, или подстилками бандитов, работать на олигархов, или ехать в наймы в Примакы до Москвы, на тех самых олигархов, как это, воспетав в их вонючих сериальчиках, что вот, забитая с деревни приехала, устроилась к олигархам, роман возник, они же как белые люди ее приняли, капец, рабские фильмики все, они удоводняют только одне, что олигархат уже как идеология в России работает. А так, при таком раскладе, перемене, юрисдикции, россияне станут американцами. и те россияне, которые не согласятся, Москалия, Московия и тому подобия, Санкт-Петербург может быть, те пускай остаются там. И они будут ездить до бывшей глубинки России, а теперь Великая Америка Россия или еще какое-нибудь название, до Америки на работы к тем бывшим россиянам, которые раньше ездили как примаки, как найманцы, до Великой России, как бы до Большой Земли, до Москвы ездили, как бедные родственники, имея газ, имея залежи, недра, и они сохранят, да, свою славянскость, сохранят, ну, не станут, лица их останутся славянскими. Я не против, ничего не имею против других народов, ну, эта раса больше нравится. Или другой выбор, совсем плачевный для россиян. Россия, россияне, русские поглощаются этносом китайским, становятся китайцами, кям-кям-кям-кям, становятся миллионной, серой массой, такой же, как и китайцы, начинают производить то же самое, что и Китай, теряет свою идентичность славянскую, индивидуальность свою теряет, т.е. Россия может стать не просто каким-то продолжением Аляски, Аляска-2 и тому подобное, и не просто продать там по Урал или еще поближе эти территории Америки, потому что нету таких денег, бильярды, триллиарды, сексиллиарды, нету столько золота, это не можно исчислить ни в каких эквивалентах денежных, и это обидно, потому что продают как проститутку, как шваль, как тварь, тупую, которая не может у себя править нормально, как мать животное, полуживотное, как мать, которая подсаживает своих детей то ли на наркоту, то ли еще на какое-то блядство, чем не занимается власть российская для россиян, то есть если не хотят барбитуратчиками стать россияне, им надо что-то думать, чтобы их дети не были скупленным барбитуратом для Китая, для этого этим россиянам нужно еще ой как постараться, не то что там продаться, не то что там продать и эти деньги там бильярды получит такой же бандит и использует эти деньги на такой же бандитизм политический и тому подобное на войну, но нету я же говорю столько денег чтобы продать россию, она может только постараться и сама перейти стать Америкой, это самый гидный, самый достойный вариант для России весь мир ей будет завидовать с поколениями уйдет вот этот генотип рабства генотип совка уйдет он заменится на нормальный генотип возможно этнос российский останется кто не захочет пусть выпередаляется в Москве жить кому как нравится американцы их держать не будут ну те американцы как те россияне которые станут американцами и наоборот ну все это совокупится и станет одной однородной правовой державой Америкой а кто посмеет смеяться те бывшие россияне теперь уже американцы ну в предположении естественно скажут выпередаляйтесь вообще валите в путеносию туда на работу там вам смешно будет и весело потому что уже и весь мир над вами путиноидами не смеется всему миру достаточно почти всему миру нормальному миру ни чмошному ни посипакам ни шавкам ни барыгам скупщикам перепродажчикам негиенам жрущим со стола основных хищников а точкой отсчета такого великого переселения приобретения нового государства качественного достойного может стать как заявление в свое время ангела Меркель о том что бедные сирийцы от войны если что идите к нам в Германию и сотни тысяч миллионы их ломанулись туда и не только сирийцы а в основном и не сирийцы а всякая троллевальщина просто зарабетчане и среди них конечно террористы ну а поскольку глубинка России это не то это более-менее славянские цивилизованные края псевдо христианские потому что гундяев правит этим бандит гундяев сатанократия гундяевская правит христианством но все таки это все-таки россияне и точкой отсчета может стать просто заявление госсекретаря Соединенных Штатов что если вы желаете стать Америкой то станьте ей мы готовы принять территории по Урал или еще дальше под юрисдикцию Соединенных Штатов Америки россияне вперед в достойное будущее и понятное дело что ни один ни два ни сотни ни тысячи миллионы россиян даже если и захотят этого они не способны ничего изменить даже если подадут коллективную заявку на вступление в Америку частично по этносу там что-то отойдет Япония что-то еще кому-то это уже решать совместно россиянам и правительство Америки но как наследники тутешние Рюриковичи Киевская Русь я думаю это основная Киевская Русь там Новгород и Ростов еще земли Рюриковичи они тоже я думаю не будут против потому что сами они и сам негам и другому не дам боевики бандиты воины постоянные а так и этнос сохранят потому что американцы не жадные ну хотят этнос хотите быть этносом ну давайте но юрисдикция уже не будет совковая не будет путеносия не будет бандитоносия гулагоносия Рашкостан Гулахстан это будет развитой край Америка и это еще россиянам нужно очень как постараться не то что там продаться или себя продать и пахать придется конечно же ну не как рабы на господ на урок на всякого рода олигархов на самих себя уже в составе Америки просыпается сын дочь куда идти да барбитуру понюхать грызануть что-то бухануть понаселовать кого-то делаться стряпать грабануть что-то нет собирается и идет Гарвард где-нибудь в глубинке Ивасюков где-нибудь в таежной но уже развитой российской глубинке естественно хороший генотип он не умирает а Богом через Бога естественно христианского нашего он только развивается потому что Богу выгодно рождение жизнь качественная а дьяволу выгодна естественно дегенерация поэтому по прошествии даже полтюха лет россияне бывших конечно теперешние уже американцы будут когда-то вспоминать свои корни own roots свое происхождение некогда российское смешанное смешанными этносами естественно рождение очень красивые дети да я помню мои roots belong к России но сейчас я американ да я знаю я американ но мою сердце belongs к все мои roots от России Россия Бог Блес Америка и Бог Блес Америка Минс Россия Блес Блес С С С С С Продолжение следует...